Всем привет! Хочу порекомендовать вам новый канал RottenEight, на котором вы найдёте обзоры на различные игры с неплохим монтажом и юмором, нарезки со смешными моментами, а также стримы. Канал только начал развиваться и в будущем вас ждёт много интересного и разнообразного контента. Так что обязательно переходите по ссылке в описании, смотрите видео, подписывайтесь и передавайте привет. Всем привет, я Арстоцкий, а это Crusader Kings 3, и сегодня мы продолжаем выполнять одну из самых сложных ачивок в игре, которая называется Мать всех нас. Суть которой заключается в том, чтобы захватить всю Африку, реформировать язычество и обратить все провинции в нашу религию. В прошлой серии нам с вами удалось сделать империю, это было не так сложно, и на самом деле я удивлён, что мы смогли сделать это в третьей серии, но на самом-то деле это ничего нам по сути не даёт. Империя и империя. От того, что она существует, мы по сути ничего не получаем, но зато теперь у нас есть огромное войско, у нас есть огромные владения, сильные вассалы, и это очень хорошо, надо будет стать ещё с вассалами, всеми постараться подружиться. Чем мы будем заниматься в этой серии? А, стоп, забыл сказать, почему империя ничего не значит, потому что наша цель ещё обращать всё в нашу религию, здесь, конечно, все провинции барийские, то есть наши религии, но даже если мы всё захватим, наша задача не будет выполнена, потому что всё ещё нам надо будет всё обратить. Вот, это я хотел сказать. Чем мы займёмся в этой серии? Во-первых, нужно денег накопить, потому что мне всего 12 золота. Будем пытаться как-нибудь накопить благочестие, хотя я думаю, что Шавата уже не успеет реформировать наше язычество, нам нужен какой-нибудь молодой правитель, который будет благочестие копить, и уже за него мы нашу конфессию организуем. Так что, наверное, будем воевать с священными войнами, не будем стесняться тратить благочестие. В этой серии мы с вами будем двигаться на запад, здесь я пока остановлюсь, хотя, возможно, стоит здесь всё захватить, чтобы потом не сталкиваться с аббасидами, фарамаидами, которые сюда наверняка полезут. Нет-нет-нет, мы пойдём на запад, уничтожим всех мелких ребят здесь, наверняка, я думаю, мы успеем напасть на Гану. Плюс надо будет с Ерубалендом разобраться, которые пока что мои союзники, а нет, они уже не мои союзники. Хм, так я их могу прямо сейчас уничтожить, даже есть какие-то хорошие претензии, но нет, давайте пока что займёмся ребятами поменьше, у меня мало воителей, давайте пригласим, наверное, у меня куча престижа, поэтому я могу это сделать. Могу посадить вот эту бабку в тюрьму, за то, что она блудница, она нет, пусть и живёт, она мой вассал, плюс я ещё стресс получу, не хочу нервный срыв, надо выбрать опекунов моим детям. Постоянно забывая об этом сделать, я отключил эмоции с дополнительными оповещениями, он очень полезный был, но некоторые оповещения там вообще бесполезны, то есть мне нужно было только, чтобы я всегда знал, когда мне нужно опекунство дать ребёнку. Там ещё куча всяких штук, когда перемирие заканчивается и так далее, мне это мешает, так что обойдёмся без этого мода, главное просто не забывать давать воспитание нашим детям. Так, Фадазу, мой сын, сделаем его, наверное, военным, если он в будущем возглавляет мою армию, например, я, кстати, сам могу его воспитывать, да. Ещё у меня есть дочь Салимата, о, вот её надо в управление обязательно кидать. Хороший управляющий у нас есть, мой муж, ну не самый хороший, но неплохой, правда, черты у него отвратительные, да. Эта дочь какая-то там непонятная, нам на неё, в принципе, плевать. Извиняюсь, конечно, дочь, но такова жизнь, скорее всего, ты мне нужна будешь только для союза какого-нибудь. Хотя нужны ли нам союзы теперь вообще, учитывая, какая у нас огромная империя? Думаю, да. На самом деле, можно прямо сейчас подружиться с Йоруба Лэндом, потому что я пока на него не собираюсь нападать. Вот у меня есть сын, у него есть дочь прекрасная, отлично, пусть у них будет брак. Конечно, не самый сильный здесь в Африке. Самый сильный сейчас это я и Гана, хотя Гана, на самом деле, не так много солдат имеет. Ещё здесь есть большая Макурия, она тоже слабая. Ну да, в принципе, я в Африке самый сильный, если не брать каких-нибудь фармаидов, хотя и они слабые. Хм, так я самый сильный в Африке, ха, бойтесь. Да, сейчас мы не будем ни на кого нападать, потому что нам нужно деньги накопить. Могущественные вассалы хотят в Совет. Как вы меня бесите. О, я могу вот эту Магаджию Аишу сделать священником? Нет, потому что она вассал мой, ладно. Но у меня хорошая учёность просто. Тогда обойдёшься без места в Совете. Магаджия Килия. Ммм, могу сделать её управляющим. Хотя у меня есть управляющий на 19. Ладно, нет, ничего мы не будем делать, пусть эти вассалы обижаются на меня, мне плевать. Тайному советнику нужно, я думаю, денег дать. Правда, у меня нет денег, поэтому просто будем влияние делать, потому что я хочу, чтобы тайный советник меня любил. Хотя мне вообще нужен тайный советник получше. Но это сильный вассал и... Эх, ладно, пусть совет остаётся таким, какой он есть. Сейчас у нас повысится развитие в нашей столице, и я, наверное, начну свою культуру распространять. Хотя было бы неплохо ещё налоги пособирать. Найти бы новую Магаджу, потому что 9 это вообще отстой. Она очень долго обрешает провинции. За каждую единицу учёности даётся плюс 0,10 к прогрессу обращения. Значит, нам нужно найти очень хорошего учёного. Здесь есть такие... Ну, 12 есть Акой, а я не смогу его назначить, потому что это мужчина. Почему здесь нет в фильтрах кнопки ко двору? Как это было во второй части. То есть я мог отсортировать и видеть только чуваков, которых я могу пригласить. Так, нам нужен не правитель, взрослый и женщина. 23, гурум, 19. Так, могу я пригласить ко двору? Нет. Гаваламба тоже ко двору не хочет. Никого из них я не могу пригласить ко двору. Как же плохо. Ладно, давайте тогда попробуем найти врача. Если нам придёт хороший врач, то мы его ещё и сделаем нашим священником. Вот 15. Но, ха, он стоит 50 золотых, ладно? Забьём пока что. Сделаю себе придворным врачом вот этого Акоя. Всё, и давайте деньги зарабатывать. Можно ещё, кстати, в налёты отправиться. Вот, пограбить Макурью. А кто здесь самый богатый? Опять же, стрёмно, что тут нет никакой карты экономики. Ну, в принципе, карты развития это то же самое. Чем больше развита провинция, тем больше там денег. Правильно? Думаю, да. Где-то видел комментарий о том, что каждый раз, когда я играю в Курсейдер Кингса, я играю как в первый раз. Всё возможно, ребята. Но разве это не прекрасно? Каждый раз играть как в первый раз. Столько эмоций получаешь. Всё, ну хватит этой небольшой банды. Правда, тут уже всё ограблено. Сколько у них максимум? 236. Но вряд ли мы это соберём здесь, со всех этих провинций, потому что они все нищие. Погнали Макурию грабить. О, добыча за налёт 17. Блин, припасов, правда, мало там. Ну ладно. У меня ещё и пленники, кстати, есть. Но не всех можно продать. Так, теперь здесь не Макурия, а Блеми. Окей. Надеюсь, к тому моменту, как я буду нападать на вот эту восточную часть, здесь не будет какой-нибудь огромной империи, которая мне по морде даст. Хотя, скорее всего, если я сейчас захвачу всё здесь, то мне вообще никто не будет страшен, даже сама Византийская империя. Извините, ребятки, мы вас тут пограбим, вы не обращайте внимания. Нам же надо на что-то жить и на что-то воевать. Так, меня приглашает племянница на праздник. Ну давайте. Тёплый приём. Надеюсь, это не пустая трата времени и что-нибудь весёлое там произойдёт. Череда блюд сменяет друг друга, а моя племянница Сыркина Гадис Алимата говорит без умолку. Очевидно, что придворная политика для неё захватывающая тема. Вот так мы и вылезли из этой передряги, вам не ускучил мой рассказ госпожа. Но если не учитывать то, что я вижу этот вент каждый раз, когда иду кому-то на праздник, в тарелках, заносистые стулья, досадные мелочи, оставляющие следы на душе и теле, а моя племянница Сыркина Гадис Алимата, сидящая во главе стола, не может сдержать довольную хмылку, которая становится шире, когда очередной лорд или леди на этот раз Сыркин Гадис Агулы сплёвывает кровь в тарелку. Что за ужасы? Это недопустимо. Или я могу влияние на неё получить? Но зачем оно мне нужно? Нет. 150 престижа берём. Блин, какие тут классные провинции. Пойм и рек, столько золота, столько развития. Всё, праздник закончился. Надеюсь, когда-нибудь и у меня в стране будет хорошее развитие в провинциях. Давайте выграбите эту провинцию, а мы погнали уже домой. Сейчас ещё одну ограбим провинцию. Я откидываю просто и не собираюсь лечь, но вижу в изголовье крохотный свиток. Кто-то незаметно проник в мои покои, я разворачиваю толстый пергамент, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Моя милостивая дорогая, госпожа моего сердца, я более не в силах скрывать свои чувства. Отныне я буду делать всё, что в моих силах, дабы доказать искренность своих чувств. Мы скоро увидимся, до тех пор я буду являться тебе во снах. Твой навеки Айомиде. Ммм, нет, спасибо. Ты, конечно, отважный, честный и параноик. В целом неплохо выглядишь, но я не хочу. Прекрати эти глупости. Никаких романов, я верная женщина. Ещё внучка родилась. Всё, сваливаем домой, ребята. Сколько мы награбили в сумме? Тут 83, тут 50. Нормально. Сарунияр, Саруния или простолюдин? Богач или бедняк? Всё это неважно, мы все смертны. Мне напомнили об этом утренний приступ к кашле и тупая боль в голове и горле. Опять простуда? Здоровье неплохое, не делай ничего сверх необходимого. Он принёс мне отвар, всё хорошо, симптомы облегчили. Я выдумаю, может быть мне повысить свой стресс до первого уровня и попытаться получить здоровое тело? Потому что здоровое тело даёт плюс к здоровью, и ещё с помощью него можно стресс понижать. Давайте пока попросим духа в помощи. Сделаем щедрое подношение, я ещё ни разу его не делал. 105 уже, офигеть. А вот и болезнь прошла, хорошо. Что нам скажут духи? Наша магаджа танцует. По окончании церемонии я чувствую себя иначе, что-то во мне изменилось. Благословение духов камня. Прирост стресса, минус 25%, учёность плюс 3. Ну такое себе, за 105 золотых. Духи меня не порадовали, если честно. Как дела у нашей наследницы? Отвратительно. Обжора, выдержка, бесчувственность. Надеюсь, она не станет моим наследником. Вообще, среди женщин достойных наследниц нет. Только вот салимата вроде неплохо идёт. Окей, немного денег накопили, теперь можно воевать. Квара, фара, давайте как нам. Добровольно она не захочет присоединиться? Минус 38. Хм, если я дай мои деньги, это вряд ли поможет. Ну тогда мы заберём у неё герцогства, вот это. Вперёд войны, вы идите сюда, а вы сюда. Кто меня зовут войну? Ойё, а у нас с ними союз, да. Подождите, они против Игбобину воюют. Ну ладно, сейчас мы придём к ним на помощь. Война выиграна, герцогства вандала мы забираем, погнали на помощь. Очередная беременность, это 9-й ребёнок уже будет, капец. И при этом мне 46 лет. У меня эльфы в этом возрасте переставали рожать, а ей вообще всё равно. Всё, 100%, наша помощь тут больше не нужна. Не благодарите за помощь и не обращайтесь. У нас тут крестьянский сброд, кстати, скоро восстанет. Недовольство растёт, но мы их быстро разнесём. Ещё барийский популист, но они слабые тоже. Так, ладно, давайте на них мы пока напасть не можем. Тут у нас Юрубаленд и Бибо. Захватим их. Плюс Игбаленд, просто Игба. Всё, три войны. У меня снова родилась дочь, прекрасно. Пойдём воевать. Сегодня до меня дошли печальные новости. Мой муж, но Муруду болен, у него рак. Боюсь, это конец, его может спасти только чудо. Так, время для решительных действий, давай. Акой, ты должен его вылечить. Понятно. Но Муруду лежит на полу, залитый кровью. Не смей это повторять. Он хороший врач, он меня лечил, но, в принципе, рак это такая штука, которая не так легко справится, так что, думаю, мы его поймём. О, нет, мой муж всё-таки умер от рака. Очень жаль, но придётся найти нового. Вот, Маган Диаханки. Хороший кандидат, сойдёт. Правда, престиж потеряю, но я в любом случае его потеряю. Правда, он не похож как-то на императора, какой-то просто старик, непонятный крестьянин, но сойдёт. Поддержимый, сильный, мастер охоты. Мормально, только его обратить надо. Опять меня не зовут в фу войну, но я же просил не звать. Сначала я со своими разберусь. А вот и крестьянское восстание. Только я не понял, где они собрались. Ребята, алло, крестьяне, вы где? Кто-нибудь видит крестьян? Ага, вот они. Или нет, это не они. Стоп, я нажал не на ту кнопку, и я... Что я сделал? Понизил контроль или дал независимость кому-то? Эм, 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 эм. Это было восстание за понижение контроля. Но какая провинция это была? Ладно, уже не важно. Учитесь на моих ошибках, ребята. Всегда знайте, что нужно смотреть, на какие кнопки вы жмёте. Кстати, надо поискать врача ивентом. Деньги-то у меня появились уже. Софиату. 16. Нормально, её мы сделаем сразу же нашей Магаджи. Всё, последняя провинция осталась. Эту армию можно отправить на помощь союзникам. Против кого они воюют? Опять против тех же? А, нет. Это какие-то внутри-бассальские разборки. Что у нас сейчас изучается? Валюта. Зачем она мне нужна? Я бы анагры изучил, чтобы осады побыстрее шли. Но это 30 лет всё равно. Ладно, давайте уже валюты добьём. Готово. Все три войны закончены. Здесь создаём герцогство. И тебе, мужик, дам всё это. Так, у нас тут есть королевство Канам. Я думаю, его можно отдать моей племяннице. Она из другой династии, но всё равно моя родственница. Я думаю, можно доверить ей это королевство. Забирай. Потом мы создадим ещё другие королевства. И тоже их раздадим кому-нибудь. Да я ещё Дарфур могу сделать и Сау. У меня тут есть дочь. Вот забирай его полностью себе. Окей. Приводим империю в порядок. Куда идём дальше? Вот сюда. Кидаём войну. Боргу ещё тут есть. О нет, только не это. Внутри меня есть нечто чужое. Оно проедает себе путь сквозь мою плоть. Питается моей жизненной силой. И становится сильнее, пока я слаблю. Я давлю растущую опухоль под кожей. До боли в пальцах пытаюсь вырвать её. Меня тошнит от одной только мысли. О том, что она растёт внутри меня. Да, к сожалению, это рак. Я знаю только один эффективный метод лечения. И какой же? Если ты знаешь какой-то метод. У неё есть основа врачевания. Она немного прокачалась. И... Слишком поздно, чтобы соблюдать осторожность. Ассистент заверяет врача, что зелье усыпило меня. Но это чудовищная ошибка. Я не могу ни говорить, ни пошевелиться. Однако осознаю всё, что они проделывают со мной. Я пытаюсь кричать и вырываться, но не могу. Я в плену собственного тела. Кажется, операция 30 целую вечность. Лечение почти столь же неприятное, как и симптомы. Но похоже, что она действует. Болезнь не прошла полностью, но мне стало намного легче. О, я ещё поживу. Получил ранение, обезображенное лицо. Но значительное облегчение симптомов болезни. Окей. Ещё немного наша Шавата поживёт. Это здоровье у неё уже слабое. Может быть, всё-таки стоит попробовать получить стресс и хорошее тело? Это может не сработать. Ладно, я в любом случае, скорее всего, умру. Но мы можем попробовать казнить вот эту женщину. Плюс казнить вот этого мужика. Всё. Правда, нервный срыв, конечно, даёт мне немного минус к здоровью вроде. Блин, здесь нет здорового тела. Очень плохо. Очень плохо. Ну, мы победили в войне. В принципе, я думаю, всё равно бы от старости скоро умер. Но хотелось бы ещё пожить. Ещё победа. Немного повоюем перед смертью. Еруба Лэнд зовёт меня в войну. Против кого не воюют? Эм, гад? Серьёзно, они ж слабые. Зачем я вам нужен? Мой вассал Магаджия Бада прибыла к стенам моей резиденции с огромной процессией с хорошо одетых дипломатов, рыцарей, экзотических артистов. Это сборище напоминает парад, который возглавляет лично Бада. Звучным голосом Бада сообщает, что здесь, чтобы высказать мне дань уважения, и что она хочет преподнести золото мне в дар. Подобную щедрость редко встретишь у вассалов, и то, что Бада хранит мне верность бесценно. Спасибо большое. 50 золота, 15 мнения, престиж. Ну ладно, давай золото. Думаю, пока что нет смысла никому объявлять войну, потому что я при смерти на самом деле. Хотя всё не так плохо. Возможно, я преувеличиваю, но здоровье всё равно у меня слабое. От ранения бы ещё избавиться. Ну ладно, идём дальше завоёвывать. У нас тут есть Кав-Кав, классное название. Какая-то страна, у них страна разбросанная вообще по всей Африке. С отвратительными границами. Всё, победа. Наша империя растёт. Так, сейчас нужно ещё вот здесь забрать одно графство, чтобы соединить вот эти границы. Наши вассалы уже тут, кажется, с ними воевали. Нам им поможем. Готово. Знаете, о чём я совсем забыл? У меня так много престижа, я думал, куда бы мне его потратить? А я же могу улучшать свою столицу и делать постройки. Ха, вот это я дурак, конечно. Ну ладно, построим чистоколы. Есть что-то на улучшение качества армии? Вот, есть военные лагеря. Улучшаем всё, что у нас есть. Уже 58 лет прошло, я первый раз только начал строить что-то. МД. Ну ладно, бывает. Мне доводилось видеть, как бьются язычники. Я знаю, с какой злобой они убивают последователей истинной веры. Во имя Абоури я выступлю против них, и это дарует мне духи кустов отвагу. Теперь у меня есть священная война, но мэх, она мне не пригодится. Потому что я скоро умру. Так, Ерубалэнд растёт, и мне это не нравится. У нас альянс с ними развалился? Нет, ещё нет. У нас на самом деле очень прочный, потому что там несколько браков. Ну ладно, когда я умру, мы на них будем нападать уже за следующего правителя. Пока давайте нападём на Нижнюю Гурму. Я думаю, мы сделаем вторжение в королевство, чтобы вот эти все четыре провинции забрать сразу. Потому что она делается раз в жизни, и, наверное, это единственное, кого я смогу напасть с этим поводом. Такая гана огромная стала, кстати. Хм. Но мы всё равно сильнее них, но после моей смерти, скорее всего, мы очень сильно потерям нашу армию. Каждый шаг отдаётся боли в моём теле. От малейшего движения я начинаю задыхаться. Я осторожно касаюсь раны. Моя дрожащая рука окрашивается алым. Я вижу, как кровь струится по моему боку. Нет нужды для беспокойства, госпожа. Ваша рана глубока, но мои познания глубже. Давай, слишком поздно, чтобы соблюдать осторожность. О, меня вылечили. Хорошо. Сын мой умер. Давайте одну провинцию заберите, и всё, война будет закончена. Главное, не умри. Готово. Фух, успел. Забрали себе целую кучу провинций. Дам это всё своему сыну. О, настал этот момент. Сарунияр Саруния Шавата Каннэмборну покидает этот мир в возрасте 53 лет. Она умерла по неизвестной причине. Из-за чудовищного уродства её в последние годы не видели на публике. Сарунияр Саруния Даурама восходит на трон. Вассалом не просто будет завоевать её доверие, учитывая её холодность и отчуждение. Эх, Шавата была очень хорошей правительницей. 39 лет она правила. 36 войн прошла. Офигеть. И что теперь? Кстати, Заряя в последний момент отдал провинции эти своему сыну, потому что я бы сейчас умер, и разделом бы всё равно все эти провинции откололись от меня. И я бы не потерял Кацину Канна, потому что это всё моим сёстрам передалось. Так, у меня осталась моя столица и Рози. Класс. Вассалы меня любят не особо, поэтому мы постараемся исправить. Черты у меня отстойные, навыки отстойные. Но вот моя наследница, кстати, хороша, Шавата Даура, но её надо в военное дело прокачивать, потому что у неё справедливость, переменчивость и благонравие. Интриги это вообще не для неё. Ну окей, на этом мы закончим нашу серию. Надеюсь, она вам понравилась. Конечно, я захватил не так много, наверное. Хотя, на самом деле, довольно-таки неплохо мы повоевали в этой серии. В следующей серии мы опять будем двигаться на запад, всё вот это захватывать. И наверняка уже столкнёмся с Ганной, хоть я и в этой серии хотел, но, к сожалению, Шавата умерла. И нам надо будет накопить много престижа для того, чтобы сделать вторжение в королевство. А вообще, покорение бы сделать. Это было бы очень круто, но престижа, опять же, не хватает. Ещё надо будет Ероба Лэнда захватить, но ладно. Посмотрим на нашу страну и на то, что с ней стало в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если эта серия вам понравилась, и подписаться на канал, если вы до сих пор не подписаны. Вступайте в группу ВК, вступайте в дискорд сервер. Всем спасибо и всем пока.